Мы продолжаем сегодня чтение книги пророка Малахи. Откройте ваши Библии. И, может быть, моя проповедь сегодня будет перекликаться немножко с проповедью брата Анатолия утром. Видимо, так угодно Духу Святому. Мы с ним не договаривались об этом. Но если Господь желает нам что-то напомнить и сказать словами «Истина! Истина!», значит, на то есть Божья воля. Итак, Господь готовит нам стол. Этот стол очень богатый, очень питательный, я бы сказал, такой калорийный, очень вкусный стол. Знаете, единственное условие, которое есть для человека, когда он подходит к этому столу, какое условие, братья и сестры, как вы думаете? Аппетит? Да, вот подсказывает, очень правильно. Единственное условие, к этому столу я должен подойти голодным. Если я подхожу к этому столу присыщенным, вот тогда я буду сидеть в собрании и только вычислять, а что этот проповедник сегодня не так сказал, что он сегодня не то, что надо, или что мне не понравилось, прочитал, что-то и так далее. Понимаете, да? Когда я присыщен, когда я расслаблен, когда я вот так спокойно, вольно, я очень сыт. Но вот когда мой дух голоден, когда я жажду слышать, что хочет мне Бог сказать, когда я подхожу к этому столу голодным, вот тогда Господь нечто положит мне в мое сердце. И я пойду домой сытым. Если вы с таким желанием сегодня пришли, я думаю, что у Господа, конечно, есть слово для каждого человека. В прошлый раз мы говорили о том, что Господь начал разговор со своим народом. И книга пророка Малахи нам повествует об этом. И Бог первое заявление, которое Он делает в этой книге через пророка своего, Он говорит, «Я вас возлюбил». Мы говорили о том, что инициатива любви произошла от Бога, не как от человека. Но всегда тот, кто протягивает инициативу или руку любви и дружбы, он ожидает взаимности. Бог этого тоже ожидал. Но вместо почтения, любви и уважения, он получил в свой адрес от человека полное бесславие. Больше того, люди полностью проигнорировали то, что говорил Бог. И Христос говорит через свое слово. Господь говорит, Дух Святой. Я говорил им, а они не слушали. Братья и сестры, стих, который как бы является центральным для всей этой книги в 1 главе 6. Мы этот стих знаем наизусть. Но как в жизни моей практически он работает? «Сын чтит Отца и раб Господина Своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение передо мной?» Весь вопрос заключается в следующем. «Кто или кем для меня лично является Бог?» И от того, кем Он для меня является лично, зависит напрямую мое отношение к Нему, мое послушание Ему, мое желание исполнять волю Его, от того, кем Он лично для меня является. «Если Мой Он Отец, то Он заслуживает самого глубокого уважения с моей стороны к Нему, самого пристального внимания к Его словам и самой-самой безусловной любви к Нему, если Он Отец». И потому Господь дал нам право, дал нам право приступить к жертвеннику, людям, которые были отчуждены от общества израильского, которые были чужды заветового обетования. Бог нам, язычникам, по милости, по благодати, до любви своей, дает нам право не просто присутствовать на дворе язычников во храме, нет. Бог дает нам право пройти дальше. Бог дает нам право пройти туда, где стоял жертвенник, где приносились жертвы Богу. Мало того, через жертву Своего Сына и Иисуса Христа, через плоть Его, открылась завеса еще дальше пройти. Пройти во святое святых, во внутреннейшее и за завесу. И Бог дал нам право приступить к жертвеннику. За что? Ни за что. Просто по милости и любви. И если Бог дал нам право приступить к жертвеннику, и если эти жертвы мы приносим Ему, тогда Он вправе определять, какой должна быть эта жертва. Это место мы слышали сегодня утром. Первое послание Петра. Вторая глава, пятый текст. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Ответ есть для нас в этом тексте Писания. Понимаем мы прекрасно, что жертвы, которые мы приносим, они однозначно могут быть Богу или угодными, или нет. И все зависит от того, кем является для меня Господь. Друзья мои, это какой может быть жертва? Благоприятный Богу или же нет? А вот какой должна быть жертва? Мы говорили о том, какой она может быть, а вот какой должна она быть? Это жертва. Эта жертва, когда мы смотрим на повеление Бога для Израиля, она должна быть всегда чистой жертвой. Жертвой без порока. Это было условием. Условием для израильтян. Жертвы, которые они приносили, они должны были быть без порока. Другими словами, если в твоем стаде находился ягненок, и на нем не было никакого повреждения, это было лучшее, что у тебя было, это должно было принадлежать Богу. Заметьте, друзья, это слово. Лучшее из стада твоего. Богу должно по праву принадлежать от нас все самое лучшее. Бог достоин этого от нас. Эта жертва, кроме того, что она должна была быть святой, чистой, без порока, друзья, эта жертва, она должна быть добровольной от нас. Бог не принуждает нас к этому. Нет. Но Бог ожидает от нас этого. Понимаем разницу. Бог не принуждает, но Бог ожидает. И если это из сердца исходит, это приятно Богу. И еще одно, эта жертва должна быть всегда разумной. Всегда. И как я сказал, что наш Бог, Он достоин самого лучшего от нас, так что же на самом деле ожидает от нас Бог? Я хотел бы сказать, что прежде всего, прежде всего, что стоит этот текст, который откроет нам ключ, дает ключ к пониманию нашей жизни, как жизни, жертвоприношений пред Богом, записан книги Псалтырь, 50-й Псалом. Это текст, друзья, мы знаем наизусть. А вот посмотрите, что говорит Псалмопевец здесь. 19-м текстом 50-м Псалме. Жертва Богу, дух сокрушенный. А вот, что является, друзья мои, жертвой Богу. Номер один, это сокрушенный наш дух. Что это значит? Это значит, что я полностью капитулировал перед Богом. Это значит, что я когда-то стоял прямо в гордыне своей. Это значит, что мое, я царствовал на престоле моей жизни. И в этот день я говорю, Господи, я слагаю все свои полномочия перед Тобой, потому что я уступаю это место Тебе. и наш дух это место обитания Бога в нас. если этот дух не сломан, если он не сокрушен в смирении пред Богом, если я стою прямо перед Ним, Бог не может царствовать там. Бог не может жить там, я не даю ему права на это. Дух наш, это место, где находится жертвенник, на котором мы приносим эти жертвы Богу. Наш дух, братья и сестры, он может быть сокрушен пред Господом, а может и нет. Вот почему одно из мест Писания говорит нам следующее и так, берегите дух ваш, берегите то место, которое Богу напрямую принадлежит, где место царствия его в духе нашем. И потому очень часто заметно, когда соприкасаешься с людьми и начинаешь разговор или начинаешь жить с ними, начинаешь чувствовать или понимать их дух, их внутренность. И Писание призывает нас к тому, чтобы мы испытывали духов, от Бога ли они. Если Господь поселяется своим духом, то Он желает, чтобы в месте обитания Его в нас мы приносили святые жертвы, потому что в нас живет Святой Дух. Благоприятные жертвы это то, что угодно Господу. И если мы хотим выразить наше почтение к Богу, мы должны нечто делать в своей жизни. Тем самым мы доказываем, что мы чтим Бога. Если я Отец, то где почтение ко мне? Как выразить это? Как выразить мое почтение к Богу моему? Как? И вот это место, которое в 49-м Псалме сказано, это один Псалом назад от 50-го. 23-й текст последнего в этом Псалме. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Оказывается, эти люди, которые приносили Богу жертву, Бог в их глазах потерял всякую цену. Вот потому соответственно было их поведение. Вот потому они жертвы такие приносили. Братья и сестры, Бог не теряет совсем никакой цены, Он остается Богом. От нашего отношения к Нему ничего не меняется у Него. У нас да. Мы или приобретаем, или же теряем от того, как мы относимся к Богу. Кто Он для нас? И если Он Отец, то мы должны приносить жертву Богу хвалу, то есть плод наших уст. А если я молчу, если я в церкви молчу, докажите мне, убедите меня в том, убедите меня в том, что такой человек где-то, где-то приносит Богу жертву хвалы. убедите. Если Он здесь молчит, если уста Его закрыты, даже тогда, когда идет общее пение, Он молчит. Господь говорит, если ты хочешь выразить даже почтение со своей стороны ко мне, приноси уже арту халу, потому что это мне приятно. Я достоин этого от тебя. Мы слышали о том, что есть другие разные жертвы. И жертвы благотворительности, и жертвы общительности. Все это то, что нужно оторвать от себя. Скажите, легко отрывать от себя? Легко? Правда нет? Пожертвовать временем для того, чтобы доставить кому-то удовольствие от общения с тобой. Это нужно пожертвовать своим. Это нужно оставить что-то свое, чтобы доставить радость кому-то. И часто мы не готовы на такие жертвы. Мы закрываемся в своих машинах, мы закрываемся в своих домах, и мы не идем навстречу друг другу. А потом жалуемся на недостаток общения. Мы жалуемся, что не хватает общения, нужно что-то делать. А кто мешает общаться? Я задаю прямой вопрос. Скажите, кто? Кто мешает иметь общение? Кто? Занятость? Проблемы? Может быть, безработица? Может быть, безденежье? может быть, еще что-то? Что мешает? Ничто. Всего лишь отсутствие желания. Жертвовать. Жертвовать собой, своим. А Господь говорит, а такая жертва, она мне просто угодна, приятна, если во имя мое вы собраны. Если вы своим общением хотите прославить меня, я достоин хвалы. Братья и сестры, сегодня упоминалось о том, что жертвой Богу должно быть наше тело. И когда апостол Павел об этом более детально раскрывал послание, когда писал о римлянам, посмотрите, что он говорит в 6 главе. В 6 главе послания о римлянам апостол Павел говорит прошлое и настоящее. Что было в прошлом и что в настоящем. Посмотрите, что было в прошлом. И не предавайте членов ваших греху. В орудии неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых и члены вашей Богу в орудии праведности. Посмотрите 19 текст. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как вы предавали члены вашей рабы нечистоте и беззаконии на дела беззаконии. Так, ныне представьте члены вашей врабы праведности на дела святые. «Если я не принадлежу себе, а принадлежу ему, тогда он вправе мной пользоваться. Тогда он вправе мной распоряжаться. И мы тогда вправе задать вопрос, Господи, чего ты хочешь от меня?» Он говорит, «Я хочу от тебя жертвы. Жертвы разумной, жертвы богоугодной, жертвы святой, чистой, жертвы добровольной, жертвы без пятна и порока. Почему? Потому что я свят». И поэтому, братья и сестры, когда мы говорим о том, что наше тело должно принадлежать Богу, то где бы я ни был, в какой части земного шара не находился, что бы я ни делал, я должен знать, моя рука, она принадлежит Богу. И этими руками имеет полное право пользоваться Бог. Мои глаза, они принадлежат Богу. Мой язык, он принадлежит Богу. И если я почитаю его как отца, тогда я вполне слушаю, что он говорит мне, как сыну. И мы слышали о том, что Бог не требует неразумного служения. Бог не требует, чтобы мы уединялись куда-то в пустыню, вели какой-то аскетический или монашеский образ жизни, чтобы угодить Богу. Нет, напротив, мы должны полностью все свое тело предоставить Богу. Почему? Чтобы ваш дух и душа и тело. Оно очень важно. Почему, друзья, очень важно? Потому что тела ваше суть храм живущего у вас Святого Духа. И поэтому Бог не может иметь дело с нечистотой. Люди приходили к жертвоприношению и задают Богу прямые вопросы. А чем мы бесславим тебя? Отвечай нам, Бог! Почему ты имеешь к нам определенные претензии? Почему ты говоришь, что мы тебя бесславим? И Господь начинает открывать им картину. И картина эта, братья и сестры, не очень была приятная. Жертвой Богу, друзья, могут быть и мои финансы. Если деньги, которые я зарабатываю, мои, тогда нет вопросов. Но если все то, что дает мне Бог, это принадлежит Ему, вот тогда сколько нужно Богу жертвовать, брать десятину? Однажды меня спросили на работе, а ты десятину жертвуешь? А я сказал, если ты любишь Господа только на десятину, мне очень жаль. Если Богу не принадлежит все, то, что Он не дает, а вот тогда мы вправе испеть, все тебе даю. Правильно? Вот тогда есть какое-то дерзновение петь этот гимн, а вот когда не все принадлежит Богу в моей жизни, вот тогда как-то и уста не сильно поет. Я думаю, жертвы Богу приносит, Он рассчитывает на то, чтобы его жертву Бог принял. Правильно? Все мы рассчитываем на это. И так рассчитывал Каин, так рассчитывал Авель, так рассчитывали израильтяне, которые приходили к Богу, но почему-то Бог делает стоп для них. Почему-то Он говорит, что ваши жертвы, ну, мне неугодны стали. А весь вопрос, братья и сестры, был в том, что они начали переносить все подряд, что попало. Все тащили на жертвенник и думали, что это будет угодно Богу. Храпое, хромое, слепое, больное, украденное, все тащили без перебора. Мог ли Бог спокойно на это реагировать? Нет. И потому Он спрашивает, когда мы читаем эти книги пророка Малахи, Господь спрашивает, а ты попробуй это князю твоему преподнести. Вот когда вы идете куда-то к кому-то, скажем, на прием или в гости, попробуйте взять коробочку конфет, которая уже просроченная и там белый уже этот шоколад. Попробуйте взять. Не возьмете? Думаю, нет. Почему? Потому что из-за уважения к человеку, к которому вы идете в гости или к начальнику или еще куда-нибудь, вы хотите взять ну что-то хорошее, что-то особое, может быть лучшее, что есть у вас. Почему? Потому что вы уважаете этого человека, вы его любите. И если на жертвы Богу мы тащим все без перебору, тогда Бог не может милостиво на нас смотреть, как мы читаем. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас? Нет. Братья и сестры, весь вопрос, с каким сердцем я подхожу к жертвоприношению? С каким сердцем я подхожу к жертвоприношению? Если Бог Отец, и в моем сердце есть глубокое уважение, почтение к Нему, значит и жертва моя будет такой же. Если в моих глазах обесценен Бог, и Он просто стал мне, обыденным, обыкновенным, будничным, сросшимся со мной, как христианин, знаете, с годами, со своим креслом или со своей верой, сросся просто. И Бог его больше не восторгает. Он ничего не открывает себе в жизни от Слова Божия для себя, а Боге, Он перестал познавать его, Он все знает. И вот тогда происходит крен. Вот тогда у человека теряется вот этот индикатор, что чисто, что не чисто, что свято, что не свято, и на жертвенник тащится все. Когда я читаю второе послание Коринфянам, седьмая глава. Посмотрите, с какого текста начинается эта глава. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню, как в страхе Божием. Если я прихожу к жертвеннику, и приносить хочу жертву Богу, и в этот момент в моем сердце нет трепета и страха перед Богом, братья и сестры, это непорядок. Непорядок тогда, когда я начинаю перед людьми трепетать, угождать людям, но перестаю дрожать перед Богом. Это непорядок. Но прежде, чтобы иметь этот страх, нужно, нужно поставить вопрос Господи все в моей жизни в сердце моем чисто. потому что от чистого человека Бог принимает жертву, она приятна ему, но жертва нечестивых, как сказано в Писании, мерзость пред Господом. Почему она мерзость? Потому что очень часто люди с лукавством ее приносят. Они думают, что принося Богу жертву, Бог должен смело стивиться над ними. Бог должен это заметить. и Бог не важно в каком состоянии я пришел. Братья и сестры, очень важно. Очень важно, чисто ли мое сердце в то время, когда я что-то делаю для Господа. Очень важно это Богу, потому что или эту жертву Бог примет, или или нет. И когда мы читаем книгу пророка Исаия, первую главу, вы знаете ее наизусть. Бог говорит, а к чему мне множество ваших жертв? Зачем? А кто вообще заставляет вас стоптать дворы мои? Кто? Вы посмотрите сначала то, что происходит внутри вас. Вы внешне делаете все правильно. Вы делаете то, что в законе написано, и больше, может быть, того делаете, дописали еще много там. Но посмотрите на жизнь вашу. Что происходит у вас, в ваших взаимоотношениях со мной и друг с другом? И тогда Бог говорит, вот тогда, когда вы обратите на это внимание и начнете очищаться, вот тогда приходите. А вот тогда рассудим. Если будут ваши грехи, как пурпур, как снег кубелю. Бог со своей стороны объявляет помилование такому человеку, который хочет эту святыню совершать в страхе Божьем, в которого трепет сердце не перед людьми, перед Богом святым. Братья и сестры, вы замечали, когда мы читали, что все-таки несли эти люди Богу, какое они сми? И больное, мы говорили, и хромое, и слепое. Я еще, вот замечаю еще одно слово здесь, я хочу обратить на это внимание. Они несли украденное. Откуда они его брали? Откуда они, где они это воровали, скажите? У ближних своих, да? На стороне где-то. Но если украденное приносили, значит, вор приходил к жертвеннику. И значит, рассчитывал на то, что Бог должен эту жертву принять. Скажите, а когда в христианстве сегодня это происходит? А когда мы воруем у этого мира песни, музыку, все остальное, что из этого мира, и тащим сегодня в церковь на жертвенник? И мы думаем, что Богу это должно понравиться. А мы думаем, что это Ему должно быть приятно. это мерзость пред Богом. Потому что это краденная жертва. И Бог не примет никогда ее. Самой прекрасной мелодией. Потому что она не вынесена из присутствия Божия. Люди рассчитывали на милостивость у Бога. А Господь говорит, а вы своим поведением, своей жизнью просто бесславите имя Мое. И знаете, что говорит здесь десятый текст этой первой главы книги пророка Малахи? Прочтем. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Мое. Лучше, чем так делать, лучше, чем такие жертвы в таком состоянии приносить Богу, лучше бы вообще ничего ты не делал. Лучше бы ты ничего не говорил, ничего не приносил Богу, это было бы лучше для тебя. Запер бы кто-то двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Мое. И когда Господь говорил на горной проповеди, если ты придешь к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет против тебя что-нибудь, что сказано, братья и сестры, дальше? Оставь там дар твой. Некоторые верующие думают, что это относится к левопреломлению. Нет, братья и сестры. Нет. Это относится к жертвоприношению нашему. Это все то, что мы делаем во имя Господа. Все то, что мы хотим принести Господу как приятное благоухание. И если ты вспомнишь, оставь там твой дар, пойди примирись с братом твоим, а потом иди приноси жертвы твои. Иначе эти жертвы Бог не примет. Иначе эти жертвы неблагоприятны Господу. Весь вопрос кто Бог для меня? С каким сердцем я прихожу туда? Еще на одно, что хочу обратить внимание и мы помолимся. Эти люди были очень користолюбивы, братья и сестры. Они всегда ожидали чего-то получить. В данном случае священники, которые приносили жертвы, они всегда имели часть от этого. Они питались от скинги. Они питались от этих жертв. И в какой-то определенный момент им показалось мало. Им показалось, что доход от этих жертв это ничтожная пища. Может быть кто-то в этом собрании сидит и думает, чего ходить туда на эти собрания? Там такие слабые проповедники, там такие серые проповеди, я лучше пойду вот туда или туда, вот туда, туда или туда, вот там сильное слово, вот там сильные проповедники, вот там сильный пастырь. То есть доход от этой жертвы, пища ничтожная, там нечего слушать, там нечем напитать себя, там ничего не остается в моем сердце и сознании. Братья и сестры, еще есть ли плюс, что эти жертвы требовали очень много усилий труда, это надо было и кожу сдирать, это надо было разрезать, это надо было чистить, мыть, это надо было, это надо было столько труда, для чего? Зачем напрасно себя мучить? Друзья, чтобы что-то сделать во имя Господа, нужно потрудиться, нужно попотеть, нужно приготовить пение или стих, нужно пойти посетить или проведать, нужно что-то сделать, это нужно потрудиться, это нужно отдать время, приготовиться, для того, чтобы твоя проповедь или пение не было серым, было живым и действенным и питательным. Я хотел бы спросить любой, кто хочет участвовать в каком-то жертвоприношении, почему я хочу это делать? Любой певец, любой певец, который выходит сюда и вот берет определенную песню с определенным текстом, у меня вопрос. Почему ты выбрал эту песню? Почему? Ты хочешь напитать этой песней слушателей, или она тебе просто понравилась? Она просто красивая. И ты просто хочешь показать себя или блеснуть с собой, или своими способностями. И, ой, если я хочу поклониться Богу в страхе, если я хочу принести назидание через это, то, братья и сестры, оно всегда будет восприниматься действительно от людей, которые чисто и свято живут пред Богом. Мы сейчас молиться будем. Читайте дома эту книгу, это потрясающая книга. Знаете, братья и сестры, чем она потрясает меня? Насколько дерзко люди позволяли себе разговаривать с Богом? Просто как с соседом или с равным себе. Насколько хватало у них смелости так дерзко задавать вопросы Богу? Мог ли Бог на это смотреть милостиво? Нет. Итак, Бог достоин от нас самых лучших жертв. Жертв без вольностей и развлечений. Жертв, друзья, в чистоте и страхе. Жертв в сокрушении нашего духа, в глубоком нашем уважении к Нему. Жертв без лукавства и порока. Жертв в смирении доброохотных и с любовью. Если я Отец, говорит Господь, то где почтение ко мне? Если я Отец, то где благоговение передо мной? Пусть Господь нам поможет, чтобы мы, проверяя свою жизнь и свое сердце, обращали внимание на состояние нашего духа пред Богом. Если по-украински сказано «зламанный дух», понятно, очень просто. Просто он сломан пред Богом. Если этот дух сломан, то тогда может на престол моего сердца взойти Господь. Если там продолжаю я жить, Богу места нет. Давайте мы помолимся. Аминь.